Все эти машины бесят, потому что они ездят и орут, вот эти Феррари все. Меня раздражают, мне ничего не интересно. Все эти яхты, потому что это все дерьмо, это все фейк, это все сплошная игрушка. И это нереально. Нет жизни, нет души, ничего, нет, я не могу, я сдыхаю. Я пью. Я обязательно тебя спрошу сегодня про то место, в котором мы сейчас находимся, но я так понимаю, что это практически конец истории. Поэтому давай начнем сначала. Что произошло за 10 лет до этого? За 10 лет до этого занималась конным спортом, и профессионально, и выступала, и кандидат в мастера спорта по конкуру, все. Тренер, центральный московский ипподром, никаких мыслей там о зависимостях, об алкоголе не было. А потом я поняла вдруг прекрасный один момент, что... Ну вот почему, например, у всех моих знакомых, например, они легко могут купить себе лошадь. А мои родители обычные, ну, хорошая средняя семья, но как бы лошадь себе купить, ну, это куда? Вот. И я поняла, что вопрос все время упирается в деньги, деньги, деньги. И у меня родители сказали, если хочешь какие-то свои хочухи, вперед работай. И я такая, как, 17 лет, куда? Окей, и первая моя работа была, честно могу признаться, это был стриптиз-клуб. Слава богу, я была хостес, и меня пальцем было нельзя тронуть без моего согласия. Я увидела то, что в жизни никогда не видела. Я увидела, как зарабатываются деньги совершенно легко и понятно, каким путем, да, но... Все-таки что же ты там видела? Я вдруг увидела то, что зачем учиться? Я в институт поступила, и, собственно, первый курс, все, у меня обучение. А смотрела на девочек красивых, они вот вертятся, крутят попой, им все, машины, квартиры, мужики у их ног. Им не нужно учиться, им не нужно вот, как мне, куда-то там работать ночами в этом клубе два через два, да, потом идти, ну, обучение. Я такая думаю, ну, вот как? Ну, вот это же легко. И мне это правда, я вот считаю, что это такой достаточно переломный момент в моей жизни, потому что я поняла, что деньги могут легко доставаться. Зачем вообще, собственно, придумывать какие-то истории про работу, обучение? Я прочитала, что, собственно, ну, окей, попробую-ка и я так. Все нищеброды, все пошли вон, у кого бабки, тот рулит миром, а я, собственно, с вами. Поменялись принципы в жизни в плане, что зачем честность? Все же обманывают друг друга. Вот все врут просто в лицо. И у всех все хорошо при этом. Я думаю, как? Значит, так надо, наверное. Ну, хорошо, ты, получается, проработала там до осени? Я проработала там, я задержалась там, наверное, года полтора даже. И потом уже вот в 23 я улетела в Дубай. У нас там с подружкой жила знакомая. Она говорит, девочки, что вы там в своей Москве сидите? Ни отношений у вас нет, ничего у вас не происходит интересного, особо вас ничего не держит. Давайте наоборот. Я быстро приняла решение. И что произошло в Дубае? Я влюблена была в Дубай. Я вот влюбилась полностью. Там классно. Там, наконец-то, вот эта безопасность. Потому что здесь, в Москве, у меня были случаи с попыткой изнасилования. Была выставка. Я познакомилась, ну, или со мной познакомился мужчина. И он меня там куда-то пригласил в ресторан. Значит, что-то мне уши запудрил, какой-то котеночек у него дома покормить молочком. И я зашла зачем-то, хотела в туалет, и он все закрыл. А как ты смогла от него сбежать? Это такая личная история. Для меня это чудо, потому что в квартире не было ручек. Он мне отобрал все, сумку, и вот так вот следил. И говорит, я тебе сейчас всю твою жизнь нахрен испорчу. Из-за того, что ты две недели мне отказывала. Он меня кидал на кровать, порвал всю одежду. Типа, я вообще только выписался из тюрьмы там. Я больной каким-то там всем, чем только можно. И все, попрощайся за то, что ты меня типа динамила. Я начала его крестить. Я его начала крестить и говорю, господи, умоляю, господи, умоляю. Он отскочил, он отлетел. Я не знаю, я все время рассказываю эту историю. Очень близким мне людям. Он отлетел в угол и вот так вот начал вот так вот качаться. Я не знаю, как демон какой-то, как в фильме. Я не была пьяная. Я вообще была в норме. И только, ну уходи отсюда. Я вот летела с 14 этажа или там с какого-то. Мне давало понимание, что в Москве небезопасно. Что ни в какие полиции я, если даже обратилась, мне сказали, а что, ты сама виновата? Ты что так оделась? А что ты к нему поехала? Нету безопасности. Поэтому Думбай для меня был очень безопасной страной. У меня какие-то были там ситуации тоже такие, ну, какие-то приставания мужчины. Тут же подъезжала полиция и его забирали на 30 суток. Что типа женщину пальцем или вообще вот так с ней обращаться нельзя. Запрещено. Даже к иностранкам? Абсолютно. Я была в приоритете, тем более русской иностранку. У меня мужчина появился, и какие-то отношения, и родители приезжали, и собаку мою привезли. И вообще я там зажила, и все такое, фу. Подожди, ты говорила, что ты была содержанкой в Дубае. Так ты влюбилась, или что это были за отношения? Ну, можно и так назвать, в принципе. Это слово такое, типа, содержанка, сидишь, и ничего не делаешь, ковыряешь. На сути, деньги сыплются. Ну, если кому-то удобно, можно и так меня назвать. Я, в принципе, не обижусь. Но я понимала, что это не то. Ну, как будто я какая-то использованный товарчик. Спать с мужчиной, с нелюбимым, это очень больно. Ну, никуда ты это не заткнешь. Я это затыкала долго. Я начала бухать. Бухать просто как черт. Ты все-таки глушила свою пустоту. Мне это давало вот эту раскрепощенность. Когда я вдруг становилась такая желанная, красивая. Себя принимала. Я себя очень не принимала, если честно. С детства мне казалось, как это я не такая. То худая, то там сисек нет. Алкоголь мне давал принятие себя. Так сколько ты на тот момент уже выпивала в день? Я так могу сказать, у меня не было тогда вот этой навязчивой мысли еще, вот этой вот тяги и безудержного желания выпить у меня не было. У меня было такое, что классно вечером, если пойдем куда-то, ну да, куда-то мы шли всегда. И это просто стал уже такой замкнутый круг, что днем пляж, море, какие-то там яхты, там шопинг. Другого вообще там вот нет ничего. Везде алкоголь, везде, везде, везде. Бар, ресторан. Только в три часа ночи все закрывается. Ну, в десять открывается. И в любой хотел ты зайдешь, в отель, пожалуйста. Хотя казалось бы, в стране, в которой особо алкоголь-то не пьют. Там везде пьют, они обожают русскую водку. Это просто... Поэтому алкоголь был просто вот частью жизни. А потом уже вокруг алкоголя начала строиться моя жизнь. Как это произошло? Потом я поняла, что я сама себе вру, что я понимаю, что у меня день слился с ночью. Ночью я не сплю, у меня ночи вообще нет. Я сплю только днем. Я раздраженная, злая, что меня все так бесит, когда я в обычном нормальном состоянии. Тебе надо выпить? Да, мне срочно нужно выпить. Выпила, ой, сразу всех так люблю. Мамочка, как здорово, ой, ребята, ой, друзья, привет, пойдемте. Все вам отдам, все мне не жалко, деньги есть. Я становилась такой вот, как мне казалось, собой. Я уже поняла, что вот именно тогда, когда я выпью, я сама себе принадлежу. Я, она и есть, вот это реальность. И это просто замкнутый круг. Я понимаю, что я просыпаюсь, я половину недели уже не помню. У меня кто-то спрашивает, а что вчера было? Я не помню, я один день, когда проснулась, я была в шоке, потому что я проснулась, у меня вся подушка в крови. Я не понимаю, у меня двери все на распашку. Как я пришла? Откуда я пришла? Почему вся подушка в крови? Что со мной было? Я поняла, что у меня голова разбита. Где меня? Я вообще ничего не помню. Это было страшно. Я вечно в синяках. Эти синяки, нужно время, чтобы они прошли. В это время я не могу никуда выйти. А что мне делать дома? Меня раздражает моя собака. Я ее вот так вот запускаю по этому полу. Она летит, потому что она меня бесит. Она не писает в нужном месте. И вообще она хочет есть, она меня раздражает. Я ее ненавижу. Мне звонят все, они меня бесят. Чего они от меня хотят? И тут я вот начала совершенно неправильные какие-то убеждения рождать в своей голове. То, что все врут, хотя я вру. Что все изменяют, хотя я изменяю. Что все злостные, все корыстные, всем только нужны деньги. Хотя это мне нужны деньги. И я такая есть. То, что я думала про себя, я проецировала на мир. И ненавидела всех. И ненавидела себя так, что я хотела из своей шкуры вылезти. И я вот помню, выходила, когда на балкон. И я такая смотрю, 21 этаж, думаю, блин, что-то я как-то не умираю. Ну, что со мной ничего не происходит? Давай уже забирай, ты что там придумал? Я тебе молюсь. Ну, в такие моменты, когда вот отходники, абстиненция. Я, конечно, вот так все трясет, в жар, в холод. Мыться не хочется, смысла уже нет. Мне интересно ничего. Все эти машины бесят, потому что они ездят и орут. Вот эти Феррари все. Меня раздражают, мне ничего не интересно. Весь этот Дубай, меня бесит этот яхт-клаб. Все эти яхты, потому что это все дерьмо, это все фейк. Это все сплошная игрушка. И это нереально. Нет жизни, нет души, ничего. Нет, я не могу, я сдыхаю. Я пью. Очень хотелось умереть. Безумно. Исчезнуть. Вот. Я не знаю, как я выжила, я вам честно могу сказать. Я пила так много. Я не знаю, мне кажется, я пила постоянно. У меня не было даже полчаса перерыва. Я не знаю, как я выжила вообще и осталась еще там с этими органами, еще там не свихнулась окончательно. У меня ничего не происходит. У меня происходят отходники и пить. Отходники и пить. А сколько ты тратила? Ну, там минимум трехкомнатную квартиру в Москве. Это за какой период? Ну, зависит, наверное, сколько там. Лет семь-восемь. Когда ты начала выходить из этого? Я, честно могу сказать, я не хотела. Для меня это была настолько сильная ценность, потому что было же представление, как клево. Ну, было же так весело, было же так здорово. И все давалось как-то легко. И я сильная, я нет. Я все смогу, все смогу. Сейчас вот заведу мужа, детей каких-нибудь, хотя я очень боялась. Или работу, или что-нибудь еще. Ничего не получалось. Или в монастырь уеду, мне там помогут. Ничего не получалось. Я бухала возле монастыря, в монастыре. Перед исповедью, до. И причем мне это... Никто не мог подумать, что я выпила. Это просто я становилась вот собой. Я не знаю, мне казалось, от меня не пахнет. Я очень хорошо выгляжу. Но, посмотрев недавно свои фотки, я пришла в ужас. Ужас какой-то. Я просто алкаш вот с таким опухшим лицом. А почему мама приехала? Ты ей рассказала? Да. Это уже было невозможно скрывать. Все мои скрывания. Ну, кончались какими-то приколами, что я разговаривала по скайпу с мамой. И она говорит, ты заснула. Ты заснула с сигаретой в руке. Типа с чаем. Там был не чай, там был виски. Приехала мама. Я вся тряслась. Я была после употребления очередного. Я ничего не понимала, что со мной происходит. Мне было очень плохо. Вот. И тогда, да. Тогда я ей уже сказала, что, мам, что ты должна делать? Я первый раз в жизни обратилась за помощью. А сколько тебе было уже лет? 29. Я вообще не помню половину, потому что я все время пила. Я сказала, мама, помоги. На следующий день вроде пришла в себя и опять. Мне мама сказала, давай-ка домой. Для меня было лучше повесьте меня, убейте меня. Но не хочу в Москву. Кошмар. У меня вообще никого в Москве нет, ничего нет. И что я там буду делать вообще? Хотя здесь тоже нет. Мне было уже вообще так как-то безразлично. Я ждала смерти. Честно могу признаться. Я прямо на нее шла. Я искала любые моменты. Я уже в Москве, я садилась к каким-то непонятным таксистам за руль. Они мне предлагали, понятное дело, что мне можно предложить. Покурить травы. Ай, господи, выпить какой-то шляпы. И со мной опять ничего не происходило. Ничего со мной не происходило, блин. Почему меня никто не зарежет? Почему меня никто не украдет, не убьет? Почему меня никто не закопает? Подальше от глаз долой, потому что я ненужная. Я просто тварь конченая, отвратительная. Я себя так ненавидела, это просто кошмар. Как ты начала выходить? Выходить мне родители очень начали помогать. У меня мама, я довела ее, конечно, до какого-то отчаяния. Она похудела. И папа был в шоке. Они просто зеленые ходили. И я этого не видела. Я была как в скафандре в своем. Я никого не видела. Я была адским эгоистом, эгоцентристом просто. Мне плохо, и уйдите отсюда все. И то я ничего не говорила. Я просто всем своим видом показывала, что я вас ненавижу. Папа начал находить каких-то врачей, наркологов. Он платил какие-то опять деньги. Я приходила к этому врачу. Врала ему, что вот врач. Понимаете, у меня прилетел мой мужчина. Какой мужчина, куда прилетел, не знаю. Мне срочно в аэропорт. Дайте мне назад деньги за это, мое лечение, которое папа заплатил. Я завтра к вам приду. И все верили мне. Все давали мне. Ну, он мне дал денег. И я улетала в какие-то тусовки с непонятными мужиками, в непонятной компании бухать. Я выключала телефон. Папа был в шоке. Мне нужно было от людей только деньги, чтобы они меня не трогали бухать. А так я могла даже переспать за деньги. Дайте денег, я с вами, хотите? Я кусок просто. Хотите, используйте. Хотите, не используйте. Я никто. И звать меня никак. Мне так было стыдно за это. Я уже плакать даже не могла. Я не в силах была вообще терпеть эту жизнь. Тяжело все это. Я еще так скажу, что у алкоголизма есть очень классная тема, что в конце концов у него цель его привести человека в одиночество, в безинтерес, забрать все какие-то отношения с людьми в плане поменять отношения к ним, чтобы они стали врагами, чтобы ты остался один с бутылкой и все со своими мыслями, со своей вот этой больной головой. папа с мамой нашли, так сказать, чтобы меня изолировать. Потому что сказано было, что ваша девочка свихнет с ума, она сойдет с ума. Либо ее куда-то закрывайте, вообще изолируйте от общества. Я не могу сама остановиться. Не могу. Я даже из дома вылезу, как вообще, но я найду, что выпить. То есть лечебницу порекомендовали? Да, лечебницу порекомендовали, и в детокс сначала, потому что, ну, я была, мне кажется, сплошной ходячий. Спирт, ацетон, и вот, и было страшно, не знаю, мне было так безразлично. Я помню вот эти решетки, я стою в детоксе, я такая, ну, делайте, что хотите, что хотите делать. Так безразлично, я прям думала, вот завтра умру, наверное, завтра, завтра. Что-нибудь откажешь, думай, умру. Классно, классно. И тогда началось мое выздоровление. И тогда вдруг через неделю такое ощущение было, что с меня как будто сняли то ли этот скафандр, то ли очки, то ли этот шлем, который вот непроницаемый. Там невозможно было проникнуть никому. У меня были свои представления о жизни, о том, как мне надо. О смерти, о желаниях. И никто до меня не смог достучаться вообще. Просто меня силком запихнули туда, и просто, слава богу, спасибо родителям, что они не отказались. Вот, и тогда я вдруг поняла, что ого себе, зеленые цветочки. О боже, что мое голубое небо. Да ладно, чай. Это никогда не забуду. Сладкий чай, обычный какой-то там. Он вкусный. Я потеряла все запахи, все вкусы. У меня был один спирт. И то, вот так вот я пила уже, да, что... Сколько ты провела в лечебнице? Честно могу сказать, я очень долго провела в лечебнице. Сейчас обалдеть. 21 месяц. Месяц. Два года почти. Да, почти два года. Это был самый чудесный период в моей жизни. Удивительно совершенно. Это было просто безумно божественно. Потому что только тогда я знакомилась с собой. Я поняла, что, оказывается, все мои дефекты – это бесконечные достоинства. Вся моя внешность, которую я где-то скрывала, да, я себя очень не любила. Что я на самом деле достаточно симпатичная. На 18-м месяце я четко это помню. Это было для меня про... Такое ощущение, что до меня кто-то дотронулся. И именно этот момент я искала всю свою жизнь. Меня вдруг обняли. И такое ощущение, что я вдруг смирилась с миром. И я вдруг перестала с ним бороться. И я вдруг перестала всем доказывать, что я хорошая, в принципе. Ну, не видите эту часть во мне, пожалуйста. Она очень некрасивая. Я хорошенькая, нормальная. И мне стало так хорошо. И я помню, я вышла, солнце светило. Я говорю, господи, ты правда есть. Вот ты какой. Вот ты какой. Вот что мне стоило пройти, чтобы тебя найти. Оказывается, я всю жизнь тебя искала. Вот эту любовь за этим всем богатством, властями, деньгами какими-то там непонятными, мужиками, с которыми я спала без любви. Но думала, что, наверное, просто... Ну, вот она такая любовь. Просто, наверное, я как-то не чувствую. Ну, короче, у меня все были претензии ко мне. И меня отпустило. Меня вдруг так отпустило. Я поняла, что люди безумно интересны. Что это не серая масса. Что даже стать серой массой мне не страшно. Ты можешь дарить этот мир, а не только требовать. Дай, 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 дай. Как я все время требовала. Ты можешь делиться тем, что у тебя внутри. А этот источник, он бесконечный. Его просто нужно открыть. Что любовь, оказывается, она во мне есть. Что ее не страшно отдавать, потому что у меня ее куча. И она не закончится. И с тех пор, как ты вышла, ты ни разу больше не употребляла алкоголь? Нет, нет, нет. То есть это сколько лет прошло с тех пор? Пять. 25 мая будет ровно пять лет. Молодец. Круто. Это не я молодец, это бог. Конечно, я делала много усилий. Очень много усилий. Работать над собой – это тяжело. Исправлять себя – это тяжело. Признавать свои ошибки – это адски больно. Слушай, ну есть такое предубеждение или не предубеждение, что женский алкоголизм, он неизлечим? Вот что ты об этом думаешь? Я считаю, что у алкоголизма нет различий. Я ходила в детскую реабилитацию, и там сидят дети 11, 12, 13 лет. Он не спрашивает, ой, ты девочка, ща мы тебя. Ой, ты мальчик, ну мы тебя так, чуть-чуть. Ему без разницы. Просто у женщин мышление другое. Мы слишком, если можно так обобщить, женщины очень эмоциональные. Они очень легко подвержены к этому. У мужчин им легче объяснить. Слушай, братан, у них логика. Черное, белое, да нет, хочу, не хочу. У нас немножко разные мышления, поэтому у нас это сложнее. Нам это как-то вот… Поэтому он легче входит и… Тяжелее выходит. Тяжелее с ним работать. Но тебя даже сейчас не тянет. Нет, ну мне это не нужно. Потому что все те ощущения, которые я искала за алкоголем, я себе могу их дать. Теперь легко. Ты вернулась к лошадям. Господи, это бесконечное счастье, потому что я начала заниматься, и я помню, что это просто бесконечно невыносимо, когда я опять прыгнула через препятствия, да, и все. Я только вот в полете, в прыжке, я чувствую, что я дома, и я – это продолжение лошади. Лошадь – продолжение меня. Вот это свобода, вот это счастье. Мне ничего не нужно, я не думаю там о деньгах, о каких-то там, что мне надо, вообще ни о чем не думать. Просто вот я, счастье, бог, все, я дома. Это круто. Приехав в Москву, конечно же, я поехала на конюшню. И когда я боялась, у меня алкоголь, я не знаю, я настолько стала бояться всего, что я боялась подойти к лошади. И я разревелась, потому что для меня это вообще нереально, недопустимо. Это вообще невозможно в моей голове. Ну, с выздоровлением, все возможно, все в жизнь возвращается. Даже такие красавцы. Я не ожидала, что у меня появится такая любовь в моей всей жизни. И еще с таким именем – Вестерн Вихарь, еще и Тракен. Это просто божественно. Если честно, я его люблю бесконечно, я в него влюблена на веки веков. На веки веков моего любимого. Скажи, ты смотри, очень лично. И ты еще помогаешь тем, кто страдает от алкоголизма? Абсолютно. И я у меня в планах построить свою реабилитацию, построить свои центры на таких достаточно нормальных условиях, потому что я знаю, что это очень достаточно дорого. Я была в очень таком, очень дорогом центре. Но ладно, это отдельная история. Очень много людей страдает, и правда, у них нет возможности. Мне безумно хотелось бы хоть... Я не знаю. А, буду говорить побольше. Мне бы хотелось помочь вот каждому, кто готов услышать это. Что это возможно. Что это есть. И я буду всегда нести... Пока... Вот на сегодня. Я не знаю, правда, что будет завтра со мной. Но на сегодня я буду делать и требовать от себя все. Для выздоровления. Я буду говорить об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...